Привет, бой и скауты, с вами Кьюбайт. Если вам нравится Человек-паук, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добиваем до трёх миллионов. Сегодня новые факты. Во-первых, мы узнаем все новые костюмы для ремастера Человека-паука, то есть теперь они доступны в сети, и мы знаем, как они выглядят, сейчас обсудим. И плюс, стала доступна секретно рецензия на Человека-паука Майлз Моралес. Узнаем, сколько идёт игра, что там вообще происходит, понравилось, не понравилось, хорошее, нехорошее, ждать, не ждать. Давайте разбираться. Смотреть всё это мы будем в лучшей группе ВКонтакте Кьюбайт, подписывайтесь, кстати, у меня вышел топ обалденный альтернативный супергроек, то есть фильм про супергроев, но который вы, скорее всего, не видели, заходите на канал. Все костюмы для Человека-паука на PS4, который выйдет на PlayStation 5 в Ultimate издании Spider-Man Miles Morales. То есть, если вы покупаете Ultimate издание, по сути, вы получаете две игры. Человека-паука с обновлённым лицом, то есть там будет другой Питер Паркер с новыми костюмами, с улучшенной графикой и так далее. Всё это для PlayStation 5. Ну и также получаете Miles Morales'а тоже на PlayStation 5. Давайте посмотрим костюмы. Во-первых, вот этот называется он Arachnid Rider, насколько я помню. Да, Arachnid Rider. И это, ну, такой очень японский манго-аниме рыцарский костюм. С первых секунд он напоминает какого-то такого персонажа аниме, трансформеров каких-нибудь или, не знаю, чего-то подобного, потому что это рыцарь. А, нет, наверное, рейнджеров. Вот больше всего он, пожалуй, напоминает рейнджеров. Но только ещё дизайн Железного Паука из киновселенной Marvel. То видно, что он отличается по своей стилистике от всего мира. То есть, если здесь мы видим реализм, то здесь видно, что это рисовано. Тени тоже отрисованы специально под аниме. В целом, выглядит неплохо на самом деле. Да, я когда первый увидел, я такой, чего? Да где Копа-паук? Копа-паука, спойлер, здесь не будет. Это самое большое разочарование, которое меня ждало в этой новости. Но в целом, костюм неплохой. То есть, ну, я бы за него побегал, но вряд ли я бы постоянно его носил, потому что, ну, очень он такой. Вкусовщина. Следующий костюм необычно выглядит. Этот костюм называется Armored Advanced Suit. То есть, я думаю, если вы знакомы с игрой, вы прекрасно поняли сейчас, что это за костюм. Это стандартный. Самый костюм, то есть, улучшенный с белым пауком на груди, только с доспехами. Ну, то есть, с броней. Напоминает маска и Железного Человека. Здесь у него глаза как будто от Майлза Моралеса. Вот эта красная обводка очень напоминает. И костюм, который давался за задание с черной кошкой. Вот эти черные элементы, как будто от стелс такого костюма. Но в целом, если все это комбинировать, получилось неплохо. Я, кстати, сначала подумал, что это такой реверсивный костюм от Advanced Suites. Но на самом деле видно, что, конечно, это броня. Наколенники специальные. У него на руках защита. Вебшутеры тоже белые. Маска защищенная. Не знаю. По-моему, такой костюм можно было ввести как бы и в стандартную игру, не потом в дополнениях. И опять же... Где Ко-паук? Кстати, неизвестно, будут ли у этих костюмов какие-то дополнительные фишки. То есть, у Velocity Suites там, помните, было ускорение. Он как бы такой баран разгонялся и бежал. Непонятно, будет ли у этих костюмов что-то подобное. И, конечно, третий костюм. Это самый обалденный. Ну, здесь, может быть, это, конечно, мое мнение субъективно. Но давайте вместе решим, что это реально самый лучший костюм. Во-первых, это Эндрю Гарфилд, которого очень многие ждали. Сэм Рэйми был, Том Холланд был. Ну, давайте добавим Эндрю Гарфилда. Добавили. Спасибо большое. Обалденный костюм. Здесь видно, что он шикарен. Единственное, я бы хотел еще другой костюм Эндрю Гарфилда. Вот здесь он сейчас появится на экране. Который во второй части, высокое напряжение был. Я его очень хотел. Ну, можно было бы и самодельный добавить. Вот. Но, в целом, даже я рад, что хотя бы этот костюм добавили. Это круто. Но лучше бы вместо... Вот как написал Адам Агаев. Вместо рыцаря лучше бы дали Копа-паука. Не знаю. Мне рыцарь нравится своей какой-то особенностью-изюминкой. Потому что, ну, это что-то необычное такая манга. Хотя манга-костюм был в игре. Но, конечно, да. Я за Копа-паука. И вам придется еще немного послушать мою болтовню. Никуда не расходитесь. Издание Метро случайно, на самом деле, опубликовало, видимо, рецензию. Потому что они должны быть доступны 6-го числа. Но чуть попозже. Они, видимо, слегка раньше опубликовали, чем нужно. Так вот, они уже удалили. Потом попозже опубликают. Что вообще по поводу игры Майлз Моралес? Компания длится около 8 часов. Но назвать игру полноценным сиквелом нельзя. В целом, это не особо разочаровало меня. Я понимал, что кампании будет меньше, чем в основной игре. Но хотелось бы хотя бы часов 10. Вот. Ну, 8 часов, побегаем. Плюс это без дополнительных миссий. Это только сюжетные миссии. Должны идти 8 часов. Как я понимаю из этой статьи. И как они говорят. То есть, дополнительные миссии. Плюс еще время. Там еще какие-то штуки. Побочки. Квесты. Получение всех костюмов. Конечно, эта игру еще бустанет. Часов 5, я думаю, точно. Надеюсь. Ну и написано, что большую часть времени Питер Паркер находится в Европе. Все-таки с ним все будет вроде бы нормально после битвы с Рейн. И он отправится, как я давно предполагал, в Симкарию. Еще в конце, кажется, это третьего дополнения. Говорилось о том, что Мэри Джейн отправляется на Симкарию. Она уже там была. Она связывалась с Питером. То есть, у нее там была своя журналистская задача. И вот якобы Питер к ней присоединится. Об этом как инсомник вроде как-то намекали. Здесь написано про Европу. Ну то есть, Симкария вроде как, да, это тоже Европа. Но посмотрим, что там будет вообще. Правда это или нет. То есть, они могут и слегка приврать. Боевка сильно не поменялась. Но благодаря веном способностям Паука она стала интереснее выглядеть. Это о чем я и говорил. Боевка, ну, абсолютно такая же логичная. Но веном способности, а именно вот эти энергетические штуки, они действительно делают геймплей слегка другим. То есть, вот эти пролеты в воздухе, то есть, вот эти рывки в воздухе, накопление этой энергии, ее зарабатывание, ее выпуск, ее удары. Все это действительно делает игру слегка иной. Но в целом все осталось такое же. Майлз не сильно выделяется как персонаж, зато его жизнь в Гарлеме показана довольно интересно. Я тоже это упоминал, если помните, что Гарлем изменили, его сделали насыщеннее. Вот, но я удивлен, что он не выделяется как персонаж. В игре будет всего одно полноценное сражение с боссом. Не знаю, про кого они говорят. Там, конечно, было упоминание еще в этой статье про Тинкерера, который здесь женщина. Будет, ну, если верить, будет интересное взаимодействие между Майлзом и Тинкерером. Кто им окажется, пока непонятно. Возможно, будет сюжетный поворот. Но хочу сказать, что вот это сражение с боссом, я очень надеюсь, что это будет не Тинкерер, а за Тинкерером будет стоять бродяга. Хотя бродяга, по сути, это наемный злодей. Но надеюсь, что здесь будет немного наоборот. Короче, я бы хотел главным злодеем бродягу, дядю Майлза, и именно с ним полноценное сражение. Потому что далее, вот, наиболее интересная часть истории отношения Майлза с женской версией Тинкерера. По словам автора этой статьи, концовка игры одна из лучших, которые мы видели в минувших поколениях консолей. То есть, лучше даже, чем в Человеке-пауке PS4? Вы чё? Если вы не смотрели, посмотрите моё прохождение или поиграть сами, там, в концовке, я рыдал. Вы чё? У меня сейчас уже мурашки, я как вспоминаю эти эмоции. Ну, я не думаю, что лучше. Возможно, они перехваливают, но хотелось бы. То есть, если так описывают, очень надеюсь. То есть, дальше Ray Tracing сильно меняет многие городские локации. Ray Tracing, я напомню, будет на PlayStation 5. И он добавляет отражения. То есть, теперь здания будут отблёстывать свет, отблёстывать ваши полёты, ваши отражения, как вы будете прикрепляться к зданиям. Всё это будет выглядеть по-новому. И я надеюсь, что это правда. То есть, надеюсь, что игра действительно будет выглядеть лучше. И Next Genavia, если так можно сказать. Ну и завершающее. Для тех, кому история покажется слишком короткой, вот, есть дополнительные миссии, да. То есть, это конкретно 8 часов сюжета. 8 часов, это можно пройти за день, можно за два, если сделать так перерывы, по 4 часа играть. Вполне. Ну, то есть, да. Напомню, что игра не стоит как полная версия игры, хотя дорого стоит, потому что у нас в стране вообще, из-за всяких этих курсов, из-за повышения цен, стоит реально дорого игра. Вот это не взять, не отнять никуда. Но она стоит не как полноценно. То есть, Человек-паук на PS5, вторая часть, будет стоить дороже. Вот еще, что важно, наверное, для меня и для вас, на базовой сложности игра кажется слишком простой, особенно стелс. Прятаться благодаря появлению временной невидимости стало совсем просто. Вы помните, что у Майлза есть способность оптический камуфляж. Она временная, но все же она есть. И то есть, по стелсу, у меня были со стелсом небольшие проблемы, если вы помните в первой части, кто смотрел прохождение, лайк. Здесь, видимо, с этим... Это для меня сделали. Здесь будет проще, но, видимо, надо играть не на простом уровне сложности, а ставить чуть повыше, чтобы, ну, просто было интереснее. Согласитесь, когда игра сложнее, то ты хочешь попотеть, хочешь перепройти. Не сильно сложно, но как бы в меру. О, автор статьи упоминает количество заимствований серии Аркхем. Я согласен, что кое-что из Аркхем-серии про Бэтмена заимствовали, но все не так. Эта Аркхем-серия заимствовала из игр про паучка, потому что они выходили раньше, и все эти фишки уже были там. Я об этом рассказывал. Это небольшое заблуждение, что на самом деле Spider-Man на PS4 основывался на Бэтмен-аркхем-серии. Он вдохновлялся, не спорю. Есть фишки, которые он взял, но далеко не все. И многое он взял из игр же про Человека-паука, только более ранних. Даже на PlayStation 1. Подводя итоги, можно сказать, что у нас есть три новых костюма, не все они прекрасные. Андрю Гарфилд, спасибо хоть за это. И Майлз Моралес, по описанию автора этой статьи, прекрасная игра. Будем посмотреть, прохождение полное будет на канале уже совсем скоро, как она выйдет на PS4. Начнем, там уже посмотрим, что с PS5 будет, неизвестно. Поддерживайте видео лайком, оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу костюмов, напишите, и по поводу автора этой статьи, как думаете. Верите ему, нет? Что ждете от игры и так далее? Как вы вообще расцениваете, будете играть, будете покупать и так далее? Пишите свое мнение по игре, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok